Могу ли я, независимо от достоинства и назначения моего сюжета и способа выражения заданной темы, рассчитывать на авторское право? Аргументированный ответ на этот вопрос может дать Мария Яковлевна Кириллова, профессор кафедры гражданского права, Уральской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Только сегодня ей не до нас. Сегодня у нее юбилей, на который съехались ее лучшие ученики. О, Павел пришел! О, прелесть! Если бы не Мария Яковлевна, я бы как цивилист бы и никогда бы и не был. Это он шутит? Я не шучу, это чистая правда. Поэтому это мой учитель. Председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Коршенинников, ученик Марии Яковлевны. Благодаря знаниям, полученным от учителя, он хорошо разобрался в гражданско-правовой науке, которая называется цивилистика. Сегодня признается, может оттого я и не расстался с гражданским правом, потому что его однажды мне преподала Мария Яковлевна, которая для многих поколений студентов была и есть педагог объективный и требовательный. Я помню, на некоторых экзаменах мне удавалось пятерым или шестерым гражданам что-то написать, ответы на вопросы. Вот здесь это было невозможно, Мария Яковлевна никуда никогда не выходила, даже глаза не закрывала, но в общем, я все увидела. Готовясь к юбилею профессора, организаторы подумали, а что если пригласить на 90-летие известного цивилиста всех ее учеников? В Екатеринбурге не нашлось бы такой площадки, потому что еще припомнили, что пришлось бы звать на юбилей и китайских юристов, ведь ей довелось по направлению два года работать в Китае. Там Мария Яковлевна преподавала право. Вот на юбилей и шлют бывшие ученики стихотворные строчки, как она учила гражданке бедных Мао. И хоть была не Штирлиц, но первоклассная радистка. Лично я очень ценю Мария Яковлевну проницательность. Вот посмотришь на ее учеников, все такие замечательные, все такие славные. Один Павел Владимирович его стоит. И от себя я хочу сказать, вот по поводу проницательности. Павел Владимирович сказал, что Мария Яковлевна пригласила меня на кафедру, он согласился и пошел на кафедру. Меня тоже приглашала Мария Яковлевна. Самая беседа была. Вот проницательная Мария Яковлевна. Вот разглядела в нас. Разглядела ведь у нас что-то. Спасибо вам большое. Гости, пришедшие на юбилей, восхищаются Мария Яковлевна и рассказывают, что она в свои 90-х умудряется принимать экзамены у студентов, читает лекции, а между тем за спиной у этой женщины война. В августе 41-го она окончила двухмесячные курсы радистов, была инструктором. В 43-м ей удалось вырваться на фронт. После войны вернулась на второй курс юридического института, поступила в аспирантуру, после осталась работать в родном вузе, защитила диссертацию, а затем получила звание профессора. Хочу сказать, что учусь до сих пор у вас, у вас есть чем учиться и педагогическому мастерству, и методологии преподавания, гражданского права, а самое главное, вот такому трепетному отношению к самой красивой, изумительной науке цивилистика. Ее бывшие студенты сегодня вспоминают, как на лекции кокетливая профессор не приходила дважды в одном костюме и о том, как по жизни сопровождала своих талантливых учеников. Единственная просьба у меня к этому начальнику, чтобы он меня не уволил, чтобы он разрешил мне еще поработать. Это говорит не учредитель. Потому что он великатно придет и скажет, а вы знаете, сколько вам лет? Ее ученики работают сегодня в арбитражном суде, в Министерстве юстиции, в различных субъектов Федерации. Александр Татаркин, председатель общественной палаты, директор Института экономики Уральского отделения РАН, сегодня искал для юбиляра королевский цветок. Как вот этот цветок, королевский, райская птичка, которая где бы она ни была, в каждом юридическом институте и здесь, в институте Управления экономики и права, всегда на виду и всегда пользуется самым высочайшим уважением, доверием, как профессионал, как человек. Иногда студенты Института экономики и управления и права спрашивают друг друга, кто у вас ведет гражданское или жилищное право, и услышав ответ, Мария Яковлевна Кириллова, говорят, как же вам повезло, вы станете хорошими цивилистами. Это означает, что гражданско-правовые отношения, они всегда урегулируют на научной основе, которую заложила профессор Кириллова. Ольга Фролова, Сергей Чижов. Новости нашего города.